Легко достигнутое согласие не заслуживает доверия. Так, так. Привет, Даша. Рассказываю прочитан за май месяц. Это у нас Эдвард Городзинский, Александр II, Жизнь и Смерть. Мне очень нравится читать книги Эдварда Городзинского. Он гениально владеет словом. Очень легко доносит информацию до читателя или слушателя. Мне нравится его очень, кстати, слушать. Он когда описывает что-то, ты не читаешь, нет. Ты видишь, до какой степени его образы живые, до такой степени он рисует всё это взмахом ручки или чем он там. Что просто диву даёшься. Конечно, он старается всегда, не знаю, осознанно или нет, придать такой орёл романтики, доброты всем, неважно, о ком он говорит, и о добром человеке или наоборот. Есть за ним такое. Но что я хочу? Книга мне не понравилась всё-таки. У меня есть определённые критерии, которыми я оцениваю документальные именно книги. И один из этих критериев для меня немаловажный, это чтобы суть соответствовала на заваривании. Здесь этого нет. Автор пишет о ком угодно, но только не об Александре II. Начинается книга об покушателении на него, но тут же делает это-таки разворот, и возвращается к Николаю I, его отцу. О нём он, Эйдвард Возинский, пишет даже больше, чем об Александре II, имя которого стоит на обложке книги. Если вам хочется познакомиться с Александром II, лучше выбрать что-то другое. Если хочется познакомиться с эпохой Николая I и Александра II, рекомендую. Это он делает в книге замечательно. Он касается всех политиков, писателей, каких-то активистов просто, историков, исторических событий, чего угодно. То есть это очень хороший обзор эпохи того времени. Но не Александра II, подчеркну еще раз. Переходим к следующей книге. Сохотелось мне впать в какое-то детство. Королевство кривых зеркал. Мне что-то вспомнилось. На главной обложке написано «Остов пиратов». Поэтому я покажу заднюю часть. Здесь есть ещё путешествие внутренней институты. Исказок, кто автор? Виталий Губарев. Мне кажется, что не делили все экранизацию. Это тот самый случай, когда экранизация равна или даже лучше книге. Признаться, в детстве, видимо, в силу моей, ну, в силу того, что я знала поменьше, чем теперь, и в силу наивности, хотя до сих пор несколько наивная, мне она нравилась больше гораздо, чем теперь. Если я сейчас её перечитала, у меня возникло ощущение, что автор пишет... Ну, все мы знаем, да, сюжет, что девушка, Оля, попадает в зеркальный мир, где всё наоборот. Соответственно, она находит девушку, точную копию себя, любимой, но её зовут Вуд Йоло. Илья, как уж там. И вот у меня возникло ощущение, что автор пославляет СССР. То есть реальный мир, откуда пришла Оля, где все такие честные, добрые, открытые, всё так искренне, всё так хорошо, всё так замечательно, просто золотой век. И зазеркалье. Это такая царская страна, которая, как мы все знаем, в советское время чернилась. И даже слово «интеллигент» стало аналогом слова «нехороший человек». И вот именно этот образ мы, Российской империи, монархии, мы наблюдаем в зазеркалье. Конечно, я как человек старого склада, такая ретро-девушка, которой ей нравится монархия, нравится то, что было до революции, которые относятся к этому романтично так. Мне, конечно, это пришлось не совсем по душе, это открытие. Оно, может быть, автор не имел в виду ничего такого, просто, ну, это было воспринято именно в таком ключе. Ох, я прямо сейчас боюсь, если книжки какие-то перечитываются, иду к еще о чем-то разочаровываюсь. Кстати, по поводу детских книг. Перечитала я и сборник сказок Эллина Фарджин «Седьмая принцесса». Здесь написаны сказки, притчи, сказки, рассказы, притчи. Я люблю сказки, я их перечитала, ну, не все, конечно же, но большинство, кстати, знали, что сказки как жанр зародился в Древнем Египте. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, то бишь книгам. «Седьмая принцесса» книга удивительная. Здесь множество очень достойных сказок. Они обладают каким-то особенным орелом, какой-то особенностью. Я и так и не поняла, в чем секрет, в чем изюминка, в чем, так сказать, «Все зарыто, в общем». Ну, вот, доношу до вашего сведения, что это какие-то особенные сказки. Я так и не поняла, почему. Но самые особенные сказки, самые мои любимые, это из книги. Буквально здесь 7-10 сказок. «Корзинка старой нянюшки». Ммм, с каким удовольствием я это перечитывала. И мне очень понравилась история под названием «Серебрянка». Вот эти две мои любимицы. Козлина старой нянюшки и серебрянка. Все остальное тоже, повторюсь, очень-очень достойно. Советую. Кто у нас тут еще? Мария Семенова, «Девять миров». Это несколько рассказов, посвященные скандинавам, тех времен, когда они почитали Оди и прочих с ним. И были викингами, плавали на кораблях. Ну, вот это-то я имею в виду. Я не знаю, как сказать. Ну, вы поняли. Я надеюсь. Мои красные языки дурацкой. А, книга Анны Борисовой. Это псевдоним Борис Акунина. Под названием «Там». Ну, Эпл Гэппо моей мордочке. Все понятно. Мои отношения к этой книге. Кто не знает, просвещают. Вот я никогда не понимаю людей, которые говорят, «Ммм, Акунин не мой автор». Ну, я прошу прощения, если кого-то сейчас обидел, что-то у меня какое-то настроение игривое. Акунина я люблю не только за неурядный ум, гениальность, посвященность, оригинальность мышления, творческую, не побоюсь этого слова, плодовитость, но и за то, что он экспериментатор. Он очень много пробует себя в самых разных видах. У него есть книги абсолютно на любой вкус и цвет, начиная от детских и заканчивая фэнтези. Хотя фэнтези у него, по-моему, еще не было. У него даже есть эти пьесы. Он даже Шекспира пробовал переписать. Очень удачно. Шекспира переписать и удачно. Это же какой талант надо иметь. Ну и вот. Очередной его эксперимент, проект автора. Это когда он придумал себе две разных личностей, а не писатели. И пишут в разных жанрах. В данном случае Анна Борисова, она такой... Психологическая проза, как написано здесь. И это отлично получается. Ну, что сказать вам. Книга там рассказывает о разных верованиях, касаемо там, касаемо того мира, того, что ждет за пределами жизни после смерти. В одном аэропорту происходит теракт. И раскрываются личности пострадавших. И рассказывается о том, каков их мир с огромной жизнью. И рассказывается вот этот путь, вот пока душа летит туда. Вот это тоже рассказывается. Рассказывает обо всех. Начиная с собаки, служебной, которая находилась в свое время трагедии, и заканчивая шахидом, который всех подорвал. Собака такая. Боюсь, книги, отношения будут разные. У людей это нормально. Как бы то ли понедельник, сколько людей, столько книг. Но люди привержены с какой-то определенной религиозной точки зрения. И считающие ее единственной верной. Боюсь, эта книга не для вас. Эта книга для тех, кто допускает какие-то новые точки зрения. Кстати, здесь теории просто чуть ли не все. Начиная с обычной христианской веры и заканчивая даже тем, что на планетный разум вселяется в людей и наблюдает за нами. Или тем, что души делаются планетами, солнцами, кометами. То есть вот такое. Очень-очень интересно. Хотя я видела много отзывов людей, которые считают книгу нудной. Я не согласна с этими людьми. Это просто вкусняшечка. Очень рекомендую, очень советую. Хотя, конечно, бесспорно фаворит этого месяца и вообще всего сезона, все соединенные «Тринадцатая сказка», книжка. Но вот там это что-то вообще гениальное. Я ее причитывала второй и третий раз даже. И прямо вот умеет, Джилл Акунин. «Ё-моё!» На этом все. Я желаю тебе удачного чтива. Чтобы это не было «Космополитон» или «Библия». Главное, получить удовольствие от книги и, может быть, даже какие-то знания. Да, на этом все. До скорых книг!